Сегодня стало официально известно, что Тайсон Фьюри лишен титула The Ring и теперь не может назвать себя чемпионом мира в супертяжелом весе. Такое решение является абсолютно логичным, учитывая бездействие британского боксера на протяжении последних двух лет. The Ring хочет дать понять, что это решение далось нелегко. Мы глубоко сожалеем, что Тайсон перестал быть линейным чемпионом, но у него есть возможность стать им вновь. Мы желаем нашему бывшему чемпиону добиться успеха в будущем и, возможно, Фьюри снова станет обладателем данного титула. Судя по всему, венесуэльскому чемпиону мира по версии WBA в легком весе Хорке Линаросу придется выбрать, с кем встретиться в следующем поединке. С украинцем Василием Ломаченко или американцем Майки Гарсии. Последний давеча заявил, что надеется провести бой уже летом. Однако, если Линарос решит перед этим встретиться с Ломаченко, то может не рассчитывать пересечься с Майки в одном ринге. Надеюсь, летом мы устроим этот бой. Слышал что-то о переговорах Ломаченко или Линароса, но Хорке не должен драться ни с кем другим, только со мной. Зачем ему кто-то еще? Не-не-не, нельзя ему. Он должен со мной драться и не может выйти против Ломаченко, потому что если он будет драться с Ломаченко, то ему никогда не видать боя со мной. Пусть уяснит, если его следующим соперником станет Ломаченко, он никогда не будет со мной драться, потому что я встречу с Робертом Истером, и на этом с легким весом для меня будет покончено. Поединок против кубинца юниора Дортикаса будет самым ответственным в карьере российского боксера Мурата Гассиева. Такое мнение журналистам высказал Геннадий Головкин. Не то, что бой жизни, я думаю, это самый ответственный бой в его спортивной карьере. Я думаю, его, как вы называете, бои жизни, они впереди. Украинец Александр Усик, первый финалист турнира тяжеловеса Всемирной боксерской суперсерии, будет награжден бриллиантовым поясом Всемирного боксерского совета WBC. Источник уведомляет, что президент WBC Мауриюся Сулейман смотрел поединок и остался в восторге от увиденного. Никаких сомнений в том, что этот был лучший поединок в истории тяжелого веса. Это была одна из самых шумных болезнических поддержек, которые я когда-либо слышал. Также Мауриюся Сулейман планирует посетить Сочи. Напоминаю, что полфинальный бой Всемирной боксерской суперсерии между Муратом Гассиевым и Юниором Дортикасом состоится 3 февраля. Начало прямой трансляции 22.00 по московскому времени. Прямой эфир покажет телеканал Матч ТВ и Матч Боец. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...